Так, ну, чтобы подвести резюме, если мы подводим резюме, так называемое, да, результат нашей работы, скажу так, что 4178, в принципе, неплохо, на 24-ке и прижился, и все хорошо, и расход литр на 13 километров, ну, каждый может что-то там сказать, в трубочке что-то осталось, там еще где-то в поплавковой камере 7 миллилитров считать я не хочу, я думаю, это и незачем, потому что, ну, результат налицо, как машина ускоряется, как она едет, какой расход, все, думаю, что предельно ясно, четко снял, снял и показал. Что еще интересно, хочу добавить, да, вот это наш пациент, что хочу добавить, свечи были установлены НГК, вот таким они сейчас все цветом, после сегодняшних всех заездов, вот посмотрите, светло-коричневый цвет, кофе с молоком, как и должно быть, вот они все свечи, но свеча НГК БП6 без резистора, да, буковки Р здесь нету, без резистора, то есть нулевое сопротивление, что еще, провода получила здесь у нас, там, по-моему, сопротивление 5 с чем-то было, не нулевики, ну, пойдет, свечи НГК БП6ХС, карбюратор 4178-40, компоновка жиклеров, еще раз скажу, главный топливный первой камеры 122,5, второй 120, воздушник, воздушные, эмульсионные трубки 165 в первой камере, да, и во второй камере стандарт, топливный насос, ускоритель топливного насоса, или вся система топливного насоса узкоп, доработано, шарик в канале, всем знакомо, малые диффузоры 4,5-4,5 без доработки, да, юбка не расширена, хочу заметить, в начале этого фильма я показывал, что я расширял юбку, но это не на этих, я потом так эти обрабатывал, сточил неровности, ну, вы знаете, как притачиваться, и так они у меня туда плотно зашли, ну, вот, ну, не хочется их аж вытаскивать, попробовал, плотно сидят, мне жалко стало, просто жалко стало, вытаскивать, да, я думаю, в принципе, и незачем, потому что хозяин, я думаю, будет доволен расходом, да, 13 литров, 13 километров на литр, ну, пускай 12 километров на литр, ради бога, нормальный расход для Волги, да, вот, поэтому, я думаю, что там уже, в принципе, дорабатывать не стоит, можно, конечно, уйти от эконом-версии, добавить немножко мощи, но надо уже знать, что человек хочет, да, или, или скорость, и бешеное ускорение, или расход, тут надо уже, я думаю, для стандартной версии, это вполне, вполне, вполне достаточно, ну, вот, как-то так, все, пока, ну, еще небольшое дополнение, уже дома я, ну, пока ехал домой, с мастерской, тут пока разгрузился, ну, конечно, какие-то новые мысли пришли в голову, в общем, что хочу сказать, относительно теста этих двух карбюраторов 41,78-40, в принципе, это один и тот же карбюратор, только компоновка была жеклеров, увидели, в одном случае, малый диффузор первой камеры, четверка, во второй камере 4,5, на втором карбюраторе, оба они стояли 4,5, на одном карбюраторе, большие диффузоры были без ступеньки, на втором карбюраторе, со ступенькой Володи Баева, ну, что интересно, в обоих случаях, в обоих карбюраторах, в первой камере эмульсионка стояла 165, она по-любому тебе зарекомендовала, 165 трубка рулит, что касается топливных жеклеров, да, в одном случае 120, во втором 122, ну, как я уже сказал, можно сделать немножко машину еще бодрее, да, ну, тогда мы от экономии отпрыгнем, оно вместе не бывает, поэтому, кстати, хочу дополнить, что, если на жеклере стоит 122,5, это не значит, что там сечение отверстия 122,5, там 120, а там где 120, там 1,17-1,18 миллиметра, ну, вот так, хорошо ли со ступенями Баева, Володя? Я скажу, это неплохо, позитивно, лично я увидел позитив, если динамично очень ускоряться, есть небольшой плюс, да, а так, простому обывателю, простому человеку, кто ездит вот так на работу, с работы заморачиваться, большие диффузоры растачивать не стоит, работа тяжелая, требует внимания, требует специального инструмента, не так все просто, и нужно осторожно работать, можно испортить карбюратор, да, это большие деньги, поэтому простому обывателю я бы не советовал этим заниматься, вы видели сами, что тесты показывают, что так, что так, в принципе, большой разницы нет, да, а кто уже занимается гонками, кто-то под себя машину затачивает, да, в холодные зимние вечера, не знает, чем заняться, да, стоит, интересно, интересно, хотя бы просто попробовать это, дело такое интересно, затягивает, но не переборщить, надо все это делать так, чтобы оставлять за собой пару шагов для отступления, чтобы он вернулся в ту точку, где ты начинал, иначе можно просто карб испортить, вот, поэтому плюсы есть, я имею в виду, что касается ступеней, но отдельно они все не решают, в совокупности, эмульсионки обработанные ступени, входной коллектор, свечи, провода с низким сопротивлением, свечи правильные, зазоры, вот на это, если все вместе, что-то конкретно из этого большую роль, ну, может сыграть, но редко, а вот когда все вместе, везде, понемножку доработки провели, трамблеры проверили, пружинки, все-все-все, основной подшипник центральных трамблеров, на котором подвижная плата крутится, вакуумный автомат, его, кстати, на старых трамблерах, на классике, на Волге, на УАЗе, да, его можно настраивать, да, это очень мощная штука и дает хорошие результаты, вот, свечи, провода, свечные наконечники, они тоже бывают с сопротивлением, если вот это все пройти, ну, и в карбюратор, в конечное, как конечное звено этой цепи, ступенька не помешает, да, и все это в совокупности, да, с потом очень хороший результат, ну, хотя вы видите, что, в принципе, без особых таких каких-то грандиозных знаний, да, можно достигнуть этих результатов, просто надо спокойно работать, не торопиться, лучше все документировать на камеру, фотографии делать, чтобы ничего не ошибиться, ну, вот, как-то так, и эксперименты, конечно, эксперименты, не ожидать их быстрых результатов, это может быть, говорю, может быть и за вечер получится, а может быть недели-две будете возиться, да, у меня иногда, ну, раньше, когда начинал, чтобы выйти на одну комбинацию жиклеров, под определенный мотор, под определенный карбюратор, мне надо было 5 месяцев, да, при учете, что каждый день ездишь на работу на этом карбюре, ты возвращаешься на других уже жиклёрах, где-нибудь по пути останавливаешься, перекидываешь жиклеры, перекидываешь карбюратор, конечно, это с человеком, человек, который в офис ездит, он дает весь пахнущий бензином, это, конечно, никуда не пойдет, я так делал, ну, очень затягивает, очень интересно, но знайте всегда меру, да, не переходите эту черту, после которой уже будет поломка карба, потихоньку, спокойно, и самое главное, чтобы вы знали, такой, конечно, цель, для чего вы делаете, что вы хотите достичь, экономию или большую мощность, все вместе, конечно же, не бывает, ну, все, удачи всем, пока.